Предвыборная гонка в Соликамске – это не только плакаты на подъездах, общение с избирателями на встречах в разных дворах, а еще и наблюдение за конкурентами, подача жалоб в избирком и встречи в суде. Нам стали известны итоги одного такого разбирательства. Кандидат Епишина подала в суд на кандидата Томилина и потребовала его дисквалификации с предвыборной кампанией на довыборах по 20 округу. Обоснование административного иска было приведено аж на 3,5 странице. Среди доводов были претензии к видеосюжетам, которые транслировались на городском телевидении, претензии к материалам в печатных СМИ, плюс претензии, основанные на свидетельствах некоторых людей, которые вели аудио и видеозаписи на встречах Томилина с избирателями. Видение съемки, кстати, подтверждают организаторы встреч кандидата с жителями. Я помогала организовывать встречи Максима Томилина с жителями, просто приглашала на них жителей домов. «Обратила внимание, что много раз на встречи приходит один и тот же мужчина и снимает все на видео. Понятно, что на встречах ничего плохого не происходит, но мне все равно непонятно, зачем он нас всех на видео снимает, что потом сделает. Неприятная и жуткая ситуация. Мне было потом страшно за себя и за всех жителей на встречах». Суд все обоснования рассмотрел и данный иск отклонил. Кандидат Томилин сообщил суду перед началом, что в связи с несостоятельностью иска Епишиной в суде участие принимать не будет. Истица тоже не явилась. На вопрос к представителю преподавателя среднего образования Епишиной, зачем было идти в суд с заведомо несостоятельными обвинениями, ее представитель, профессиональный, кстати, юрист, ответила, что не всегда целью является победа. Получается, главнее все-таки участие? Тогда это вполне объясняет и то, что представители одного кандидата все время приходили на встречи другого кандидата с избирателями. У нас есть свидетельства очевидцев. «Я был на многих встречах кандидата Максима Томилина с жителями. Меня удивило, что на несколько встреч приходили одни и те же люди, которые явно пытались затеять скандал, сорвать мероприятие, перебивали, повышали голос, задавали провокационные вопросы, которые не относились ни к городу, ни к округу. Например, могли спросить что-то по физике, другие вопросы. Понятно, что просто пытались сбить человека, чтобы он растерялся. Не получалось, тогда они не уходили, а продолжали шуметь. Считаю, что так нельзя тратить время жителей». Представитель истца на недавнем судебном процессе также была замечена на встречах с избирателями округа. «К нам на встречу с Томилиной много раз приходила одна и та же женщина – Кристина Лиханова. Она является представителем кандидата Епишина. Каждый раз она задавала одни и те же вопросы. Мне они казались бессмысленными. Было ощущение, что она просто хочет сорвать встречу с кандидатом. Ее уже стали узнавать у нас во дворе. Хотя она не живет в нашем доме и к нашему ТСЖ не относится. Мне показалось это подозрительным». Что ж, какую цель преследовали представители кандидата Епишиной, составляя судебный иск, который суд отклонил как не имеющий законных оснований, можно только догадываться. Хотелось бы верить, что в оставшееся до 9 сентября время все эти вопросы не по существу и видеозаписи встреч после определенной обработки не выльются в новые откровения анонимов или какие-то другие воззвания. Субтитры создавал DimaTorzok